Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов, Антон Михайлов. Добрый день! И мы сегодня на Эмеретинском курорте, на лучших пляжах, не боюсь этого слова, в нашей стране. Вы посмотрите, сколько народа, сколько людей, как говорит мой один знакомый, яблоку негде упасть. Говорят, что Адлер не так интересен в плане отдыха, в плане жизни, как центральный Сочи, ребят. Но, как вы видите, люди, которые голосуют своим рублем, покупая путевки именно сюда, покупая недвижимость именно здесь, в более перспективном, в моем понимании, городе, говорят нам об обратном. Антон, ты посмотри, сколько людей. Слушай, я поэтому и молчу, потому что у меня челюсть отвисла от того, сколько я вижу здесь людей просто-напросто. Огромное количество отдыхающих. Ну, сейчас, надо сказать, самый пик сезона, в принципе. Согласен. Месяц, да, середина августа. Конечно, будет сейчас небольшой отток, за счет того, что начинается учебный год. Но, в целом, в Сочи сентябрь это еще можно считать летом. Абсолютно верно. Это бархатный сезон, когда приезжают бабушки, молодые пары, которые отдали детей в школу. И можно насладиться, так сказать, отпуском вдвоем. Вообще, чем мне нравится больше Адлер, ребят, я уже говорил в своем ролике, да, говорил о том, что здесь вся спортивная инфраструктура, вся пляжная инфраструктура, все местные сочницы ездят отдыхать именно сюда, купаться. Вот. И, собственно, вот этому подтверждение. Вот здесь близость непосредственно от Красной Поляны, Абхазии, все олимпийские объекты, все академии спортивные. Это теннис, футбол, хоккей и многие другие. И также, друзья, Эмеретинка будет переживать в ближайшее время огромную реструктуризацию. То есть, огромная реконструкция ждет этот микрорегион, так скажем, да, два этапа. Здесь будут построены школы, детские сады, спортивные площадки, а также административные единицы, то есть, торговые комплексы и новые жилые комплексы, новые гостиницы. Здесь и без этого, так-то всего вышеперечисленного было достаточно хорошо и комфортно. Ну, то есть, поистине классное место, мы неоднократно о нем рассказывали, показывали. То есть, гордимся, гордимся Олимпийским парком и этом районам в целом и близлежащими районами, соответственно, такими как Блиновая, Веселая, хотя бы потому, что здесь рядышком Олимпийский парк. Все правильно, Антон, и недвижимость здесь дешевле, да? А если здесь такие интересные изменения будут происходить в ближайшее время, да и вообще Адлер поперспективнее, да, здесь равнина, здесь более теплый климат, здесь лучшие пляжи. На мой взгляд, вообще, если жить, то только в Адлере, тем более здесь недвижимость дешевле. И многие люди голосуют рублем, покупая именно недвижимость именно в Адлере, именно выбирая вот близость ко всему этому и наслаждаясь, как говорится, и летом, и зимой. Всеми этим прелестями. Зимой, конечно, не покупаешься, но зимой есть другие прелести, зимой есть горнолыжные курорты. Ну почему? Наши клиенты купались зимой. Паш Панов, привет, кстати, да-да-да, конечно. Мы это помним, прекрасный заплыв в декабре. Кстати, Паш Панов начал делать ремонт в своей квартире в Молдовке, и мы, наверное, будем его показывать. Вот, Паш, скоро увидимся, я надеюсь. Посмотрите, какое количество народа, еще раз, да? Здесь люди отдыхают по-разному. Катаются на сапсерфах, вот впереди, видите, катаются на матрасах, на дуных, на чем угодно. Здесь целые... На шеях упап. На шеях упап, на фламинго, помнишь? Да. Был этот пик, как бы это... Хит сезона. Хит сезона, да. Вот такие сапсерфы очень интересные, на них можно удобно кататься, купаться. Но в такую волну, на них очень тяжело кататься. Согласен. Да и без волны тут тяжело. Штиль вот идеально пробовать, ребят. Если кто захочет попробовать, пробуйте в штиль. А вон и хит сезона, розовый фламинго, мы его видим сейчас. Звезда заката, розовый фламинго. Вот такие дела. А еще черный лебедь где-то был рядом с фламинго. Антон, смотри, у нас здесь стартует катер с парашютом. А вон сзади него там парочка уже летает. Вон сзади, если мы присмотримся внимательно. Да, поэтому давай, наш квадрокоптер в парашют не будем запутывать. Ну ладно, не будем. Просто порадуемся за ребят, пролетим рядышком, посмотрим. В общем, ребят, обстановка, надо сказать, вот вы сейчас видите все это с высоты. Я стою, сейчас смотрю по сторонам здесь на набережной. Надо сказать, атмосфера здесь очень хорошая. В принципе, как и всегда. Людей много, люди загорают, купаются, отдыхают. Тут хорошая публика, то есть хороший контингент. Рядом все чисто, все убрано, все блестит. Все это набережная, вся в едином стиле как бы сделана, длинная, хорошая. В общем, уникальное месторасположение. Я который раз об этом вам всем говорю. Давайте пролетим над пляжем, посмотрим, чем занимаются люди. Хотя, ну чем они могут заниматься? Отдыхать, конечно, наслаждаться последними деньками лета, так скажем, да? Согласен, Антон? Да, но в целом, да, в России там уже и сейчас не лето, а в центральной России, в средней полосе. Вот ребята знакомые говорят, там плюс 12 в некоторых регионах, там плюс 15. Согласен, а здесь вот люди вот чувствуют себя как на Филиппинах. У нас еще весь сентябрь будет вот такая вот отечественная погода стоять. Так что, ребят, если вы еще не успели отдохнуть, в принципе, у вас есть все шансы. Кстати, здесь, ребят, не забывайте, что здесь функционирует самая большая набережная на побережной... У нас на Черном море, можно сказать, да? Тавтология небольшая. Вот она. И здесь люди гуляют, катаются на чем угодно, на велосипедах просто прогуливаются. Вот. Как вы видите, все зависит. Отличное место для прогулки, особенно вот, знаете, в какое время? Часов 16-17. Да, это вообще... И до заката. То есть заказик здесь провел, да, и все, можно уходить. Сто процентов. Можно покататься на велосипедах, на других, скажем так... Посмотрите, какая высокая посещаемость наблюдается. Ты посмотри, все занято полностью вообще. Все просто занято. Шаурма, горячий хлеб, все такое. Горячий хлеб, это что-то новенькое. Кстати, можно купаться не только, как говорится, прямо заходя в воду, но и прыгая с катамарана. Отплыть чуть-чуть подальше, например, да, и купаться в чистейшем море. Вы посмотрите на эти счастливые лица людей, которые отплыли на катамаране. Я думаю, вы уже поняли, что отдыхать здесь, жить одно удовольствие. Тем более, это по карману практически каждому. Но если не в готовом доме, так в стройке. Но если вы боитесь стройки, то покупайте в готовом доме, в апотеку или за наличный расчет через ячейку, как угодно. Недвижимый Сочи по-прежнему актуально. Она будет становиться еще более актуальной, потому что огромная реновация впереди. Адлер будет иным, совершенно иным. Он и так замечательный был, но впереди огромные перемены, которые будут происходить в два этапа, о которых мы с Антоном будем рассказывать у себя на каналах. На этом, наверное, все. Кому интересен недвижимость Сочи, подписывайтесь на наши каналы. Пишите, звоните, кто хочет приобрести недвижимость для себя, для заработка, чтобы подкопить, подзаработать деньжат, ребят. Или просто приехать отдыхать периодически на Красную Поляну или же на пляже. Пишите, звоните. С вами был Павел Морозов, Антон Михайлов. Всем хорошего дня, здорово настроения, побольше денег вам. Всего доброго, до свидания.